Космос далёкий и близкий. Во Владимире открылась необычная фото-выставка. Её главные герои — планеты, созвездия, туманности и другие небесные жители. Снимки сделаны владимирскими любителями астрофотографии — Антоном Андриановым и Юлием Гуреу — с помощью специальных телескопов. Перед вами самый стандартный телескоп системы Исаака Ньютона, называется «Рефлектор». Это телескоп зеркальный. В его основании большое 200-мм зеркало собирает свет, переотражает на вторичное зеркало, которое стоит под углом 45 градусов, и оно уже сфокусированный свет подаёт на матрицу. К телескопу присоединены специальные фотокамеры и штатив-монтировка с двигателями. Благодаря системе удаётся компенсировать суточное вращение Земли. Снимки получаются чёткими. Космос, рассказывает Юлий, привлекал ещё с детства. Впервые по-настоящему взглянуть на небо удалось несколько лет назад, когда его семье подарили небольшой любительский телескоп. Вы знаете, когда я посмотрел на Луну, я был настолько очарован, мне захотелось поделиться с друзьями этим впечатлением. Я стал пробовать фотографировать. В нашей полосе, к сожалению, в год, за весь год, выпадает всего 12-15 ночей ясных, которые пригодны для остросъёмки. Когда такая ночь случается, астрофотографы бросают все дела, собирают оборудование и отправляются на съёмки. Выбирают места без искусственного освещения, чтобы оно не искажало небесную панораму. Зимой всегда снимать лучше. Например, вот последний пейзаж астрономический, который мы сняли буквально в начале этого месяца, было минус 22. И мы взяли рюкзаки, оборудование и пошли к покровам на Нерли. Часа 4, наверное, на съёмку потратили. Такую красавицу Луну прямо с балкона дома сфотографировал Антон Андрианов. Он фотограф, инженер, техник. Продумывает и создаёт конструкции телескопов для наблюдений и фотографирования. Этот снимок сделан на усовершенствованный оптический телескоп. На фотографии видны мельчайшие детали. Чтобы добиться такой чёткости, пришлось побороть неравномерное движение воздуха. Снимается 5-минутный видеоролик. Потом программа анализирует видеоролик, делит его из видеоролика, вычленяет качественные кадры. И потом другой софт складывает эти кадры, определяя своё место для каждого пикселя. Эта фотография сложна из 2200 кадров. И у неё, конечно, беспрецедентная детализация. Максимальное увеличение при фотографировании, которого удавалось добиться, 400 крат. В результате на снимках звёзды и планеты не кажутся такими далёкими. Астрофотография включает в себя разные жанры. Есть своеобразные портреты и космические пейзажи. Для каждого снимка нужна специальная настройка и обработка фото, чтобы планеты, кометы и туманности показались во всей красе. Выставку приурочили к Дню космонавтики и 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос. Посмотреть астрофотографии можно в областном Дворце культуры до конца апреля. Именно там выставку организовали не случайно. У нас, собственно, среди наших работников, наш музыкант, гитарист Юрий Гурео, он ещё является астрофотографом. Он большой мастер этого дела, он увлечённая личность. Взгляд в космос – это ещё взгляд в будущее человечества. Это мы себя, своё будущее как-то прогнозируем. И поэтому это довольно глубокое увлечение. Астрофотографы ищут и единомышленников, которых тоже привлекает космос. Даже сообщество создали в социальных сетях. Юлий Гурео мечтает построить небольшую любительскую обсерваторию, чтобы можно было наблюдать за небесными телами и явлениями и делать интересные снимки.